Первый канал и компания «Телеформат» представляют. «Телеформат» представляют. «Телеформат» представляют. «Телеформат» представляют. Да, Ваша честь. Частный предприниматель? Ну, можно сказать, уже бывший. Бывший. Копию обвинительного заключения получили? Да. Присаживайтесь. В судебном заседании в качестве потерпевшей принимает участие Кириченко Екатерина Максимовна. Правильно я назвал? Вам, если тяжело вставать, то можете сидеть. Да. Я вам разрешаю. Объявляется состав суда. Дело слушается под председательством федерального судья Смирнова Алексея Михайловича. Государственное объединение поддерживает старший советник юстиции Уличенко Марина Борисовна. Защиту подсудимого осуществляет адвокат Иваниченко Анатолий Васильевич. Протокол судебного заседания ведет секретарь судебного заседания Лопатская Наталья Владимировна. У участников процесса есть какие-либо ходатайства до начала судебного слушания? Нет, Ваша честь, не имею. У защиты? Ходатайства пока нет, Ваша честь. Подсудимый, встаньте, пожалуйста. Вам разъясняются ваши права. Вы имеете право участвовать в судебном заседании, представлять доказательства, заявлять ходатайство, задавать вопросы свидетелям. Имеете право на защиту в лице вашего адвоката, на последнее слово и обжаловать приговор, если таковой состоится. Понятно Ваше право? Да, Ваша честь. Присаживайтесь. Присаживайтесь. 9 мая 2006 года компания молодых людей, поклонников творчества писателя Лукьяненко, собралась в подмосковном лесу в 15 километрах от ближайшего населенного пункта деревни Заболоти, вооружившись самодельными доспехами и мечами, чтобы разыграть битву персонажей романа «Ночной дозор», темных и светлых иных. Доспехи и оружие всех участников битвы были сделаны из дерева. И только у потерпевшего Кириченко был самодельный металлический меч с кожаным чехлом, предмет гордости владельца. Компания отдыхала в лесу, в импровизированном палаточном городке в течение трех дней, во время которых возник сильный конфликт между подсудимым Бурьяновым и потерпевшим Кириченко. Жена подсудимого Светлана Полтева была единственной женщиной в этой компании. И подсудимый, почти все время находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал ревновать жену к остальным мужчинам, особенно к потерпевшему Кириченко, который, как выяснилось, ранее был любовником жены подсудимого. На этой почве между подсудимым и потерпевшим неоднократно происходили столкновения и ссоры. Вечером, 11 мая, в районе 23 часов, подсудимый потерпевший, которые в тот момент оба были в состоянии алкогольного опьянения средней степени, после очередной ссоры вместе ушли в лес для выяснения отношений. Спустя полчаса подсудимый вернулся в лагерь, сел в машину и, несмотря на протесты жены и остальных присутствующих, стремительно уехал в неизвестном направлении. Потерпевший Кириченко из леса так и не вернулся. Спустя два часа труп алеба Кириченко был найден в лесу. Кириченко был убит ударом, принадлежавшего его меча в спину. Прибывший на место происшествия милиции был объявлен план перехват, и подсудимый Бурьянов был задержан на посту ДПС при въезде в Москву. При задержании подсудимый вел себя агрессивно, пытался скрыться. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Кириченко наступила в период от 23 часов 30 минут до 0 часов 30 минут 11 мая 2006 года, от проникающего ранения в спину, в результате которого были повреждены левая легкая и крупные кровеносные сосуды. Доктилоскопическая и медико-биологическая экспертизы показали, что на орудии убийства мече потерпевшего присутствуют многочисленные отпечатки пальцев только подсудимого и потерпевшего, а также частицы крови и эпителиальных тканей потерпевшего. На месте преступления, согласно выводам тросологической экспертизы, были обнаружены многочисленные следы подсудимого Бурьянова, следы борьбы и волочения, что подтверждается протоколом осмотра места происшествия. Также судебно-биологическая экспертиза показала, что под ногтями подсудимого присутствуют частицы эпителиальных тканей убитого, появившиеся в результате борьбы с потерпевшим. Проведенный по делу судебной психолого-психиатрической экспертизой, подсудимый признан вменяемым в отношении инкриминируемого деяния. То есть в момент совершения преступления он мог руководить своими действиями и отдавал в них отчет. Таким образом, подсудимому предъявлено обвинение по части первой статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть он обвиняется в умышленном убийстве. Спасибо, Мария Борисовна. Кстати, подсудимый, вам понятно предъявленное вам обвинение? Да, Ваша честь, но я никого не убивал. Вы виновным себя не признаете? Нет. Вот что вы можете пояснить по существу, что огласил государственный обвинитель? Ну, то, что да, на самом деле я был вместе с супругой за городом, так как я с работы 9-го числа вернулся пораньше, после праздников все закупались, я решил приехать раньше домой. И увидел то, что она собирает свои шмотки, уже палатку приготовила, куда-то навострилась, я ее спросил. Ну, она что-то там промямлила мне, типа, черный, белый, типа, украинка какого-то, там, диссонизированная битва будет в лесу. Ну, я, естественно, сказал, одну ее не отпустил, и как бы сел в машину, поехал вместе с ней, при этом с собой заехал в магазин, купил водки, пиво, потому что мне отдохнуть хотелось на природе. Вопрос обвините. Вопрос обвините, потому что единственный меч был металлический, у всех были деревянные мечи, а это он говорил то, что ему там дядь какой-то выковал его. Я посмотрел, как бы, с его разрешения положил его на место, отдыхал подальше. Ну, и я ни в коем случае не собирался не убивать ничего, потому что я не убивал его. Ваша честь, но из заключений, имеющихся в деле судебно-медицинской и тросологических экспертиз, это листы дела 54-67, можно сделать однозначный вывод, что данный меч является орудием убийства Кириченко. Также по делу проведена дексилоскопическая экспертиза, установившаяся, что на рукоятке меча имеются отпечатки пальцев только подсудимого и покойного. И биологическая экспертиза установила, что на клинке меча обнаружены частицы эпиделиальных тканей потерпевшего. То есть однозначно это меч орудие преступления. Данные экспертизы имеются в материалах уголовного дела, суд подтверждает это. Скажите точно, сколько раз вы брали в руки этот меч? Один раз. Когда это было? Это было на второй или на третий день, я сейчас точно не помню. Скажите, а кто-нибудь видел, что вы брали этот меч в руки? То есть все видели, все, кто там был, они все тоже брали, смотрели этот меч. Но я просто брал последний, как все посмотрели. Ну, а жена ваша видела? Жена, конечно, видела. Ну, ясно. Еще вопросы. Ну, вы понимаете, чтобы орудовать таким мечом, нужна недюжинная сила. Ну, да, я еще и подумал, как бы, то, что меч не легкий, таким, как бы, убить можно. Ваша честь, а подсудимый, между тем, служил в войсках ВДВ, и у него есть навыки пользования штык-ножом. И об этом имеется характеристика по месту его службы или с дела 117-е. Разрешите, Ваша честь, мне в свою очередь обратить внимание суда также на тот факт, что в те дни в лагере находилось достаточное количество физически развитых мужчин, которые могли также хорошо владеть мечом. Понятно. А вам было известно, что раньше вот убитые и ваша супруга встречались? Нет, мне не было до этого ничего известно. Я вообще его первый раз в жизни увидел. Ну, а когда вы узнали, что вот между ними была любовная связь? Просто на второй или на третий день, по-моему, на второй, сейчас только не помню, моя супруга Снежана, то есть я заметил, что она на непокойного Олега, можно сказать, вешаться начинала. Ну, поначалу я этого хорька отвел в лес, я просто с ним поговорил. И вот он мне объяснил, то, что они вместе работали, и то, что были любовниками, и сейчас у него другая жизнь, у него супруга беременная, и то есть у него в близких отношениях ничего нет. Когда эта беседа происходила? Это было на третий день. И потом просто я увидел то, что он продолжал сидеть, она к нему, можно сказать, домогалась, лезла, и он никаких отпоров ей не давал. Значит, вы все-таки ревновали свою жену к Киричану? Ну, в этот момент я, ну, естественно, я был в состоянии алкогольного пьянения, я, естественно, поревновал, я психанул. И как бы подошел, его, пошли в лес, вы в лес, да, кровь была, потому что я ему пару раз врезал, по-другому он не понимал, он сам хотел лезть в драку со мной. Скажите, пожалуйста, если вы не убивали Кириченко, почему вы так поспешно покинули лес 11 мая? Да потому что я психанул на супругу, мне уже взбесило это все. И мне, скорее, было бы смотаться куда-нибудь, чтобы этого больше не видеть на своих глазах. Но убивать-то я его не убивал, поймите. Ну, хорошо, супругу видеть вы не хотели, а зачем скрывались от работников милиции? Ну, понимаете, я в нетрезвом виде, за рулем. Естественно, когда видишь за собой ДПСников, конечно, не хочется, чтобы тебя отобрали права. Поэтому мне пришлось скрываться от них, уходить. Понятно. Еще вопросы имеете? Пока нет, ваше честь. У защиты имеете вопросы? Нет, вопросов нет. Присаживайтесь. Суд переходит к допросу потерпевшей. Вам удобно пройти за трибунку? Да, конечно. Вы Кириченко Екатерина Максимовна, 80-го года рождения, проживаете Москва, улица Разумихина, дом 13, квартира 66. Да. Пожалуйста, вопросы прокурора. Екатерина Максимовна, расскажите, что вам известно о событиях 9-11 мая 2006 года? Да ничего мне неизвестно. Вечером 8-го мая Олежка сказал, что на майские праздники у него там будет какой-то сбор ночного дозора в лесу. Но я ему сказала поезжать. Я уже тогда беременная была. С ними, конечно, я поехать просто не могла. Скажите, пожалуйста, а вам было что-либо известно о той компании, в которой собирался ваш муж проводить вот эти вот выходные майские праздники? Все, кто там были, ранее общались на каком-то форуме в интернете. И на протяжении уже нескольких лет вот они вот так встречаются, разыгрывают эпизоды по книжке. Я, конечно, понимала, что это все мальчишество. Но лучше он пусть самодельным мечом машет, нежели чем по женщинам бегает. Скажите, Екатерина Максимовна, вы сказали, что ваш муж и раньше ездил на такие встречи? Да, осенью прошлого года тоже они собирались так же в лесу. Я тогда с ним ездила. Тогда была хорошая компания, было весело. А в этот раз, как и кем была организована встреча? Компания та же была, нет? Да не знаю я. По-моему, кто-то на сайте предложил. Скажите, пожалуйста, а вот в той компании кто-либо знал, что у вашего супруга не деревянный меч, а стальной, что он его специально выковал, стальной меч дядя ему? Это знали об этом факте? Да все знали. Там на форуме даже есть фотографии Олега, где он в доспехах с этим мечом. Вам что-либо известно об отношениях вашего супруга и жены моего подзащитного, Снежаны Полтевой? Вот об этих обстоятельствах что-то можете пояснить суду? Я знала, что до меня он ранее встречался со своей сослуживицей, Снежанной. Я ее лично сама не видела. Никогда. Мы с Олегом познакомились уже после того, как они расстались. Потом она вышла замуж вот за этого человека. Но все никак не могла уняться. Бегала за моим мужем, преследовала, звонила нам. Олег мне обо всем рассказывал. Он порядочный человек. Он ей не раз говорил, что между ними отношения невозможны. Но она не могла никак уняться. Звонила все время. Последнее время особенно активировалась. Я себя плохо чувствую. Я могу присесть? Да, присядьте, пожалуйста. Вопросы еще имеются? Нет, у меня нет вопросов. Да нет, вопросов нет. Пусть сядет свидетель, конечно. Суд переходит к допросу свидетелей. Пригласите, пожалуйста, в зал судебного заседания свидетеля Самохина. Группа фанатов кинофильма «Ночной дозор» решила разыграть в подмосковном лесу битву. Поздней ночью был обнаружен труп одного из участников сражения. Выяснилось, что у битого был роман с женой подсудимого. Что послужило причиной убийства? Обычная ревность обманутого мужа или иные скрытые за тьмой лет события? Свидетель Самохин. За трибунку пройдите, пожалуйста. Я зачитаю ваши данные, а вы подтвердите или опровергните. Вы Самохин Игорь Сергеевич, 78-го года рождения. Проживаете в Москве, улица Пекарского, дом 77, квартира 1. Работаете в фирме по ремонту холодильных установок инженером. Да. Подсудимый вам знаком? Я его практически не знал, но первый раз мы с ним познакомились 9-го мая. Весной в Подмосковье, в лесу, где мы играли в битву. Темные и светлые, иные. Вопросы, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вот убитый Олег Кириченко, потерпевший по делу, был вам знаком? Мы виртуально с ним были знакомы. То есть в интернете сайт есть, ночной дозор, мы с ним общались. И первый раз мы познакомились тоже 9-го мая. А кем была организована встреча в лесу? Ну, на сайте кто-то предложил, я согласился. И мы с Олегом общались. Он как раз на машине хотел ехать, и заодно меня подхватить. И на его машине мы поехали, я без машины. 11-го Майве обнаружили трупы Олега? Да, я. Ну, как, сначала Алексей с Олегом, они в лес пошли разбираться, не знаю, я видел на них. Потом, через некоторое время Олег вышел один, вот разъяренный такой-то, вот ударил Снежанну, сел в машину, и как вот бегство уехал. Я не понял, что произошло, но все-таки волноваться начал. Потом спросил, Олег не выходил из леса. Я спросил, ребята, поехали, пойдем посмотрим, где Олег. Вы сказали, Олег сейчас только что вышел. Может, Алексей вышел? Ой, Олег, Алексей вышел, извините, я волнуюсь. Алексей вышел один. И вы предложили потом идти искать, да, как я понимаю? Да. Это ваша была инициатива? Лично вы сказали, пойдемте искать, да? Ну, мы с ребятами смотрели, я обратил внимание, что что-то произошло в лесу с ними, если они вдвоем ушли. Хорошо. А почему вы решили, что что-то произошло? Ну, с самого начала, когда мы только приехали, они как-то агрессивно друг к другу были настроены. А вот в чем причина агрессии? Вы знаете, мне кажется, что из-за поведения Снежаны, потому что она бросалась на шею коллегу. Видя нам мужа, и муж рядом был, все это. Они разговаривали, отходили, Алексей с Олегом. Вот чуть ли не до драки все было, проходило. А потом Снежана еще у костра мы разговаривали, она историю такую рассказывала, что про любовника, который ее бросил, и она хотела бы вернуть. Вот тоже было похоже, что... 11 мая, в котором часу они пошли в лес? Ну, где-то примерно полдвенадцатого. До означенных событий подсудимые и потерпевшие употребляли алкоголь? Ну да, у нас игра закончилась, мы хотели оторваться, да, выпивали, танцевали, веселились, то есть... Скажите, пожалуйста, а в котором часу подсудимый вернулся из леса? Вы знаете, мне кажется, в час, наверное, ночью вот так вот. А у вас были часы с собой? Нет, часов не было. А как вы тогда узнали, в котором часу это все происходило? У меня мобильный телефон был. Ваш честь разрешите? Да, пожалуйста. В деле имеется протокол опознания свидетелем орудия убийства, но я хотела бы ему предъявить еще раз. Да, пожалуйста, показывайте. Посмотрите, пожалуйста, вот на этот предмет, узнаете? Это меч Олега, у него один металлический был, у нас были муляжи деревянные. Скажите, Олег Кириченко отдавал кому-то этот меч посмотреть, поиграть? Ну, он в руки лично не давал, но всем, конечно, показывал, потому что у него один металлический. Мы все трогали, все и я, в том числе, все трогали. А мой подзащитный случайно не трогал этот меч? Вы знаете, когда только Олег приехал, он из машины вытащил вещи свои, и кофр был, откуда вот меч выскочил. Я обратил внимание, ну, если видели, Олег, Алексей, он схватил его, обрадовался, крутил его, вертел, как ребенок. То есть я понимаю, что мой подзащитный 9 мая брал меч в руки, а после этого уже к нему не прикасался? Вы знаете, по-моему, ничего, но потому что он не до Лукьяненко у него был, он обращал внимание больше на Олега и на Снежану, на их поведение. И он постоянно пил. Скажите, пожалуйста, а как вам показалось, вот Снежана, жена подсудимого и Олег убиты, они ранее были знакомы? Вы знаете, мне показалось, что да, потому что они встречались, вот, разговаривали, потому что они вместе работают в одной конторе. И Снежана, еще раз я говорю, что рассказывала историю про своего любовника, вот, очень было похоже, что она имела в виду Олега. Ну, что за история? Ну, мы вечером сидели, первый вечер, ну, познакомиться так, и все рассказывали истории своей жизни. Вот Снежана рассказывала душесчипательно такую историю про своего любовника, который ее бросил, и она хотела бы вернуть. И когда она все это говорила, она выразительно смотрела на Олега. Ну, а остальные люди тоже, наверное, что-то рассказывали? Ну, да, многие все рассказывали. Ну, и что рассказывали остальные? Ну, знаете, я не слышал так все, потому что Снежана так ярко рассказывала то, что я запомнил. Остальные... Остальных не запомнили? Нет. Хорошо. У меня вопросов нет, Ваша честь. Я тоже не отношусь. Вы нашли мертвого Кириченко? Ну, да, мы все вместе пошли, когда-то все произошло. Присаживайтесь, пожалуйста, в зале суда. Суд вызывает для допроса свидетеля Полтеву. Свидетель Полтева. За трибунку пройдите, пожалуйста. Я зачитаю данные, указанные в материалах уголовного дела. Вы либо подтвердите, либо опровергните их. Если вы будете давать показания против своего мужа, то суд вас предупреждает, что задача ложных показаний предусмотрена уголовная ответственность. Понятно вам это? Да. Господин судья, у меня есть заявление. Какое? Это я убийца. Я во всем виновата. Из-за меня все это произошло. Леша убил Олега из-за меня, из-за любви ко мне. Это любовь всему виной. Вы утверждаете, что вы убили Олега Кириченко? Ну, фигурально выражаясь, да. Леша, покайся, ты убийца, но ты не виновен. Да иди ты нафиг, дура. Так, тихо, 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 тихо. Слушаем вас, или вы закончили? Да что вы ей позволяете? Вы что, не видите, что эта дрянь несет? Из-за нее этот пьяный урод убил моего мужа. Николая убивала вообще. Она как на сцене большого. Что здесь вообще происходит? Потерпевшая, вы имеете право задавать вопросы, только не надо оскорблять свидетелей. Скажите, Снежана Яковлевна, какие вас отношения связывали с покойным Олегом Кириченко? Мы работали вместе. У нас был роман, прекрасный роман, но я его бросила. А Олег, он всегда боготворил меня. Ага, боготворил. Да он от тебя сбежал с криком, хочу забраться под паркет. Ты же кого угодно достанешь. Потерпевшая, потерпевшая, потерпевшая. Разрешите мне продолжить вопросы задавать? Скажите, пожалуйста, Снежана Яковлевна, а кто вот предложил организовать вот эту вот встречу в лесу сказочных героев? Я. Мы с Олегом работали в одной фирме. Я знала, что он поклонник Лукьяненко. Я зашла на сайт фанатов и под именем Стелла сама предложила все устроить. Ну, с какой целью? Дело в том, что мои отношения с мужем были натянуты. Я вспомнила Олега, нашу любовь. Так захотела все вернуть. Скажите, пожалуйста, а ваш супруг знал о том, что вы и Олег Кириченко бывшие любовники? Нет. Но, думаю, на второй день он догадался. Знаете, он с утра уже был, как с цепи сорвался, он бросался на Олега, был безудержен от Элла. Их еле разняли. Он даже мечом на Олега замахнулся. Скажите, а вот предыдущий свидетель Самохин утверждал, что вот 11 мая мой подзащитный не касался меча, не притрагивался. Он только 9 мая, якобы, только трогал. Поясните это, пожалуйста. Игорь, ты же вспомни, ты сам их разнимал, закрыл ладонь рукавом свитера, чтобы не порезаться, схватил меч за лезвие. Я плохо помню. Я не помню. Не вчера это было, поэтому выпившие все были. Ну, вполне может быть. Вполне может быть. Снежина Яковлевна, я попрошу припомнить первый вечер, 9 мая 2006 года. Вот все рассказывали истории, да? Вот у костра, как мы поняли. Вы рассказывали истории? Да. Это я предложила рассказывать истории. Настоящие истории из жизни. Такие, о которых, может быть, сожалеешь или что-то, за что тебе до сих пор стыдно. Я говорила о своем бывшем возлюбленном. Да. О том, как я сожалею, что потеряла его. Ясно. Мы с ним всегда без слов понимали друг друга. Ну, скажите, пожалуйста, Снежалик, а вот другие участники этой инсценировки о чем рассказывали? Игорь рассказывал про кота, которого он когда-то в детстве задушил. Вася рассказывал про бабушку, которая приходила к нему часто за солью. И как-то он ее даже выгнал однажды. Старушка была очень одинока, ей не с кем было даже поговорить. И вскоре она умерла. А что вот Кириченко рассказывал, вы не помните случайно? Олег, он рассказал очень страшную историю. О том, как однажды зимой, ночью он ехал по трассе. И его машина пыталась остановить девушка. Молодая, она была пьяна, раздета и вся в грязи. Но он не захотел испачкать салон автомобиля и проехал мимо. А он случайно не говорил, когда и где это все происходило? Это все происходило где-то в Подмосковье, в районе деревни Болотово или Болотово. Я точно не помню. Когда? Несколько лет назад. У меня вопросов нет, вовсе учесть. О, обвинение. Нет, вовсе учесть. Присядьте, пожалуйста. Суд приглашает для допроса свидетеля Тимофеева. Свидетель Тимофеев. Вы, Тимофеев Василий Иванович, 76-го года рождения, проживаете Москва, улица маршала Ноздрева, дом 45, квартира 19. Работаете шофером-экспедитором. Да. Вам знаком подсудимый? Да, это Алексей. Мы с ним познакомились на майских праздниках в прошлом году. Пожалуйста, вопрос. Спасибо. Скажите, а вот все участники вот этой вот инсценировки или вот пикника такого театрализованного познакомились друг с другом именно на этой вечеринке? Да, вообще все там познакомились на месте, но только вот Олег и Снежана, они знали друг друга. Я так понял, они работали в одной ферме. Снежана, она вообще такая женщина заводная, без комплексов, как мне кажется. Она компанию очень так завела, на уши поставила, плюс еще и игру эту придумала. Я даже не знаю, почему мы повелись на нее. Ну, поподробнее расскажите нам, пожалуйста, вот об этом. Снежана предложила каждому вспомнить случай в своей жизни, за который до сих пор стыдно. Вот все рассказывали истории. А вот Кириченко о чем рассказывал? Олег рассказал историю, что где-то, наверное, лет пять назад зимой он ехал на машине, где-то в Подмосковье, и на дороге голосовала девушка. Она была пьяна, полураздета и грязная, и вот он подумал, что она может салонному испачкать, ну, вырвет ее, и он остановился. Вернее, не остановился, и проехал мимо, не подобрал ее. Вот такая история у него была. А скажите, пожалуйста, вы не помните, как другие участники этой игры отреагировали на историю Кириченко, которую он рассказал? Да, вполне ровно, в принципе, никто, я бы не сказал, что так как-то. Алексей только на Олега был заведен, но это он постоянно с ним во время всего, всех этих каникул цеплялся. С утра, как приехал, уже начал выпивать, и потом они все норовили зацепиться друг с другом. Вот. Кулаки у них чесались, видно было. Ну, а вот меч, показывал Кириченко этот меч? Ну да, Олег показывал этот меч, хвалился, хвастался, у нас-то деревянные мечи, а у него железные, и вот он постоянно ходил с ним как богатырь, как добрый маньяки. Скажите, а вот подсудимый при вас брал этот меч в руки? Да, брал, я точно помню, это был... Когда? Тей день, точно? Это был последний день. 11 мая, да? Да, 11 числа, вот. 11 мая? Да, да, 11. А вот, а кто отнял меч у моего подзащитного? А Игорь... Игорь, да? Да, он еще так, чтобы не порезаться, обмотал... А куда он положил этот меч? Минуточку, что вы сказали, он обмотал? Он обмотал руку свитером, чтобы не порезаться. И значит, он меч брал в руке, которая обмотана свитером? Он вырвал у него за лезвие. Ну, а рука при этом была в свитере, да? Да. Понятно. А куда он положил меч, вы не видели? Меч уже... Нет, вы знаете, это последний день уже был, и мы выпивали, веселились, и после этой заварушки, я даже не помню, куда он делся этот меч. Вот, и... Видно было, что у ребят трени, это с самого утра, они уже были на взводе, вот. Вот, а потом Игорь говорит, а вы идите в лес, разберитесь между собой. Я подумал, что нельзя их без присмотра отпускать. Ну, драка была бы, но... Игорь пошел, сказал, что за водой. А я подумал, что он пошел все-таки за ним приглядеть. А потом он сказал, что нет, он за водой ходил, действительно. Группа фанатов кинофильма «Ночной дозор» решила разыграть в подмосковном лесу битву. Поздней ночью был обнаружен труп одного из участников сражения. Выяснилось, что у битого был роман с женой подсудимого, что послужило причиной убийства. Обычная ревность обманутого мужа или иные скрытые за тьмой лет события. Ну, и вот что же дальше было? Где-то минут через 30, наверное, Леха прилетает, весь бешеный просто, глаза кровью налиты, руки трясутся. Ни слова не говоря, подлетает и Снежане по щечину дал. Ну, разняли их, а он со злости плюнул, в машину прыг и полетел в сторону города. Мы его даже остановить-то не успели. А потом уже Игорь с водой пришел. Я уже был там. Я уже был, я видел, как о ней драка, и он уехал. Когда? Ну, как, когда в лагере уже был. Я роду принес сразу и стоял, вы танцевали там. Игорь, не было тебя. Да нет, ну нет. Скажите, пожалуйста, а кто первым заметил отсутствие Кириченко и поднял тревогу? А Игорь заметил. Тоже Игорь, да? Да, мы танцевали, веселились как-то, а он с нами чуть-чуть потанцевал, а потом говорит, что-то Олега давно нет, забеспокоился и говорит, пойду поищу. А, ну и вот, нашел. Ваша честь, в связи с свидетельскими показаниями Василия Тимофеева, защита Ходатова стоит о повторном допросе свидетеля Самохина. А к свидетелю Тимофею у вас? С свидетелю Тимофею у меня вопросов нет. После допроса свидетеля Тимофея, если не будет вопрос. У обвинения есть вопросы? Нет, Ваш честь. Присядьте, пожалуйста. Самохин, пройдите за трибунку, пожалуйста. Пожалуйста, Ваш вопрос. Спасибо. Игорь Сергеевич, вот нам только что свидетель Тимофеев поведал, что вот именно Вы были, так сказать, зачинщиком конфликта между Кириченко и моим подзащитным, потому что именно Вы предложили им сходить в лес, вот разобраться, да? Как-то там уладить конфликт по-мужски. Я правильно же понимаю? Нет, причем, во-первых, у них драка началась уже. И, во-первых, настроение бы испортили, если они в лагере все это делали. Испортили бы палатки все. Я сказал, ребята, идите в лес, там разбирайтесь, если Вы в таком состоянии. Но я не думал, что результат такой будет. Мне кажется просто странным некоторые моменты. Вот я себе отметил. Вот в момент ссоры именно Вы уходили куда-то, да? Вас никто не видел в момент ссоры, что Вы находились в лагере. Вас не было. И, наконец, именно Вас озаботила пропажа Кириченко. Именно Вы предложили отправиться на поиски. И, как ни странно, именно же Вы нашли труп. У меня даже складывается такое впечатление, что Вы знали, где именно искать, не так ли? Что я виноват, что ли? Что я произошел? Что я убил, что ли? А нет, Вы, может быть, и не убили. Просто я напомню Вам еще про одно самопадение. В первый день все рассказывали истории. Я Вас спрашивал про это, помните, да? Да. И Вы сказали, что помните только одну историю Снежаны. Да, потому что она была. А больше истории не помните, да? Она яркая была, я и запомнил, остальное нет. Ну, это странно. Вот все, кто здесь выступал, запомнили почему-то историю, которую рассказал Кириченко. Она и вправду душесчипательная. И я хотел бы, Ваша честь, предоставить суду выписки из архива газеты ведомости Шатурского района. Так вот, в архиве газеты ведомости Шатурского района содержится статья, что вот 13 ноября 2000 года на обочине удачного поселка Болотово был обнаружен труп 16-летней девушки, которая умерла от переохлаждения. Проведенным по делу следствия установлено, что эта девушка Никитина Мария поехала с тремя одноклассниками на дачу отмечать чей-то день рождения. Парни, подростки крепко выпили и избили, изнасиловали Машу Никитину, которая была единственной девушкой в этой компании. Никитина убежала и больше эту девушку никто не видел, за исключением Кириченко. Как мы поняли, что это был именно он, который видел вот эту девушку тогда на дороге. Ваша честь, у защиты богатое воображение, только я не вижу связи между той девушкой, которую Кириченко не подвез, не знамо где, и Вашей выпиской. А я сейчас покажу эту связь. Разрешите, Ваша честь. Все дело в том, что проводилось уголовное дело, и в материалах дела есть показания брата погибшей девушки. А этого брата звали Игорь Сергеевич Самохин. И защита установила, что вот этот вот брат погибшей девушки и человек, который дает здесь свидетельские показания, это одно и то же лицо. Ваша честь, я не голословно утверждаю. У меня есть приговор суда, и в приговоре суда указаны все обстоятельства, кем являлся брат, его указана фамилия, имя, отчество, паспортные данные. Я прошу обозреть этот документ, исследовать и приобщить материалам дела. Мнение прокурора. Ваша честь, я возражаю, еще раз скажу, почему нет никаких доказательств, что Кириченко рассказывал как раз об этой девушке. Если защита такие доказательства представит, ради бога. А сейчас я никакой связи не вижу, поэтому я, естественно, возражаю. Вы можете пояснить, продолжить допрос. Мы пока этот вопрос отложим. Расширите задавать вопросы. Да, да, да. Спасибо. Так вот, пять лет назад, свидетель, трагически погибла ваша сестра. И тут вы, когда выезжаете на вот эту вечеринку в лес, случайно узнаете, что она могла бы жить, если бы в свое время Кириченко не был черствым человеком, а проявил сострадание. И получается так, что это вы убили, да? Я не понимаю, к чему вы это говорите-то? Кого я убил-то? Я никого не убивал, понимаете? Все, что было с моей сестрой, это много лет назад все это произошло. Кто это сделал, уже найден и наказан. Ну, Светя, для меня все понятно, по-моему, в этом деле. Да, вопросы еще есть к свидетелю? Нет, Ваша честь. У защиты? Нет, вопросов нет, Ваша честь. Присаживайтесь. Суд переходит в судебном приеме. Слово для выступления предоставляет старшему советнику юстиции Уличенко Марина Борисовна. Я не вижу оснований для отказа от обвинения. Безусловно, защита должна предпринимать все меры для того, чтобы исполнить свою конституционную функцию, но не до такой же степени. Но, тем не менее, защита пытается представить суду, что в компании, которая отдыхала в подмосковном лесу, разыгрывая какое-то театрализованное представление по книжке, среди этих людей был человек, у которого был также мотив убить Олега Кириченко. И адвокат тут нам представляет историю, что как раз вот сестра Самохина пять лет назад погибла только потому, что ее никто не подвез. А вот Кириченко якобы мог оказаться тем человеком, который повинен в смерти сестры-свидетеля. Но я считаю, что версия защиты более чем надумана. Во-первых, нет никаких доказательств того, что Кириченко рассказывал именно о той девушке. И девушку, которую он не подобрал зимой, как говорили свидетели. Это та девушка из ноября 2000 года, которая и оказалась сестрой свидетеля Самохина. Нет таких доказательств. Поэтому считать, что у Самохина был какой-то мотив вместить Кириченко, но я этого не вижу. Но прошло много лет, пять с лишним. Свидетель показал, что за преступление в отношении сестры люди осуждены. Все точки расставлены, виновны и наказаны. Как вы себе представляете, вдруг он слышит какую-то историю от малознакомого человека и решается убить его мечом в спину? Все это крайне сомнительно. Что касается подсудимого, я считаю, вина его полностью доказана. И вот по каким основаниям. Во-первых, у него был открытый конфликт с Олегом Кириченко, который являлся бывшим любовником его жены. В период с 9 по 11 мая Снежана, жена подсудимого, оказывала недвусмысленные знаки внимания погибшему, что, естественно, вывело себя и довело до конфликта подсудимого. Они уединились в лесу. На месте происшествия были обнаружены отпечатки следов обуви только подсудимого со следами борьбы и волочения. Только на одежде подсудимого были обнаружены следы крови потерпевшего. И на орудии преступления, как я уже вам доказала, имеются отпечатки пальцев только подсудимого и потерпевшего. Мне кажется, вряд ли свидетель Самохин мог так все предугадать, чтобы предусмотреть конфликт, что действительно подсудимый и Кириченко уйдут в лес выяснять свои отношения, чтобы он мог там их подкараулить и расправиться непонятно за что с Кириченко. Все это я еще раз повторяю, доводы защиты. А все доказательства указывают на то, что убийство было совершено подсудимым. У него был мотив и возможность это сделать, и конфликт между ним и убитым. На основании изложенного я прошу суд признать подсудимого виновным по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему за содеянное наказание в виде 8 лет лишения свободы. Спасибо. Продолжение следует... Вы имеете право высказать свое мнение в судебных премиях. Да, я уверена, что Самохин тут вообще ни при чем. Настоящий убийца вот. Никого я не убивал. Все у вас? Да. Слово защиту подсудимого предоставляется адвокату Иваниченко Анатолию Васильевичу. Спасибо, Ваша честь. Я вот внимательно выслушал свидетелей, которые здесь выступали, внимательно выслушал обвинителя и окончательно пришел к убеждению, что это преступление не мог совершить мой подзащитный. Только что вы объясняли, да, что он десантник, что он был выпивший, что он был возбужден, что у него были налиты кровью глаза, что он был готов тигра разтерзать живыми голыми руками. И тут вы меня хотите убедить, что вот этот вот разбушевавшийся десантник ткнул мечом в спину тихоря этого человека, да? Да он бы ему голову оторвал, горло бы перерезал, укусил, закрыз, что угодно мог сделать, но только не тихоря ударил мечом в спину. Это, по-моему, очевидно для всех. Но что касается других фактов данной истории, я не зря потратил столько времени на предварительном следствии, чтобы выяснить, установить вот эти ниточки, эти цепочки. Действительно имело место такое событие. Сестра погибла и погибла, потому что Кириченко когда-то не предпринял должных мер, чтобы ее спасти. Безусловно, это могло вызвать спонтанный мотив, отомстить, либо еще как-то наказать. Безусловно, этот человек, который стоял за деревом и наблюдал эту ситуацию, потихоньку мог выкрасться и ткнуть мечом, зарезать, может быть, из каких-то внезапно возникших мотивов. Но факт тот, что я хочу доказать не то, что этот мотив именно был у Самохина, что Самохин виноват. Я просто говорю, что не до конца исследованы все обстоятельства данного дела. И, безусловно, на предварительном следствии надо было выяснить вот эти вот все тонкости, и тогда уже в судебном заседании исследовать эти доказательства. А это исследовано не было, значит, вынести приговор о виновности моего подзащитного невозможно. Поэтому, Ваша честь, я прошу оправдать моего подзащитного, материалы дела выделить и направить для установления истинного виновника этого преступления. Спасибо. Спасибо. Право реплики. Реплик. Нет, судебные прения объявляются законченными. Возьмите, ведомости суда ознакомился. Подсудимый, встаньте, пожалуйста. Да, Ваша честь. Вам предоставляется последнее слово. Ваша честь, я не виноват, прошу снять меня все обвинения. Я не убивал его. Все у вас? Да. Суд удаляет освещательную комнату для вынесения приговора. Группа фанатов кинофильма «Ночной дозор» решила разыграть в подмосковном лесу битву. Поздней ночью был обнаружен труп одного из участников сражения. Выяснилось, что у битого был роман с женой подсудимого, что послужило причиной убийства. Обычная ревность, обманутого мужа или иные, скрытые за тьмой лет, события. Прошу всех встать. В суд идет. Разглашается приговор. Суд рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Бурьянова Алексея Михайловича в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 части 1 Уголовного кодекса России, установил. Предварительным следствием Бурьянову было предъявлено обвинение в том, что 11 мая 2006 года, примерно в 23.30, в процессе ссоры из ревности в лесу, недалеко от деревни Заболоте Московской области, он умышленно нанес гражданину Кириченко удар металлическим мечом в спину, причинив смерть потерпевшего. В ходе судебного разбирательства стороной обвинения не было представлено достаточных доказательств, что именно Бурьянов причинил смерть потерпевшему. На основании изложенного и руководствуясь Уголовным профсоюзным кодексом России, суд приговорил Бурьянова Алексея Михайловича по статье 105 части 1 Уголовного кодекса России оправдать в связи с непричастностью его к совершению данного преступления. Меру пресечения отменить, освободить из спасража в зале суда. Признать Забурьяновым право на реабилитацию и возмещение имущественного морального вреда. Постановление может быть обжаловано и протестовано в высшестоящий суд в течение 10 суток со дня провозглашения. Прошу садиться. Смерть гражданина Кириченко умышленная, это установлено. Но кто причинил данную смерть в судебном заседании, доказательств не представлено. То ли это был гражданин Бурьянов, который находился с ним, то ли это был другой какой-то гражданин. Мотивы, которыми руководствовался человек, причинивший смерть Кириченко, также не представлены. Предположения, сомнения, которые возникли у суда, заложены в обвинительный приговор, быть не могут. Поэтому суд вынес оправдательный приговор. Материалы по поводу убийства Кириченко выделены судом в отдельное производство и направлены в прокуратуру для проведения дополнительной проверки. На этом судебное заседание объявляется закрытым. Субтитры создавал DimaTorzok